Друзья, всем привет! Вы на канале Mergeo Life и вам, наверное, непривычно меня видеть с легковым автомобилем. Да, я отправилась в мини-рейс, но не на грузовике, а на маленькой машинке. Вы все знаете, что я осталась без полуприцепа. И в одном из последних роликов я говорила о данной ситуации, что ищу полуприцеп. И мне в комментариях, вот вы сейчас видите в комментарии, написали ребята о том, что они занимаются производством шторных полуприцепов Вагнер Майер в особой экономической зоне Алабуга. Ну вот туда-то я, собственно говоря, и направляюсь, ну и чтобы показать вам, потому что вы тоже постоянно пишите, а где же наша российская. Вот и посмотрим, где же наша российская. И мы наконец-то добрались до производства, в особую экономическую зону Алабуга. Да, на легковой, конечно, ехать это не на грузовой. Тут намного все проще, если тут не туда заехал, можно легко и просто развернуться. Но мы приехали верно по адресу. И хочу вас познакомить с Рустемом. Добрый день. Рустем, хочу, во-первых, поблагодарить за то, что прислали такое приглашение, потому что для меня это очень актуально. Я сейчас нахожусь в поисках полуприцепа. У меня есть в парке три тягача и два полуприцепа. Шмидтс и Крона. Вот сейчас я задумываюсь по приобретению третьего полуприцепа. Уже рассмотрела несколько вариантов. Сейчас все-таки для меня выбор купить что-то свежее, новое, либо все-таки старый добрый европеец. Я много видела по трассам прицепы Вагнер-Майер, но я не думала, что это российское производство. То есть для меня было, что это что-то немецкое. Вот Вагнер-Майер прямо такое основательное немецкое, как Крона, вот так прямо как локомотив звучит. И вот расскажите, что же здесь российского, а что же здесь европейского? Есть ли вообще европейское? Ну, вы оказались в правильном месте. Если вы хотите найти хороший полуприцеп с высоким ресурсом, вам надо сюда. Мы сейчас посмотрим производство, я расскажу, как мы делаем наши полуприцепы. И расскажу в том числе, что здесь европейского, а что российского. Ну, начать следует, наверное, с того, что наше предприятие само создано в рамках совместного производства с европейским производителем полуприцепов. Мы не называем, что это за производитель, и делаем это по понятным причинам. Ситуация сложная, она продолжает оставаться сложной. Но для конечного потребителя, эксплуатанта, мне кажется, все будет понятно, как только вы увидите его поближе. Рустам, еще у меня к вам будет одна небольшая просьба для моих зрителей. Мои зрители, они очень так критично относятся, когда им что-то вот прям впаривает. Я приехала к вам на завод. Не чтобы мы что-то кому-то впарили, я хочу просто вот чисто разобраться. Потому что у меня есть, например, опыт такой, когда я искала полуприцеп и смотрела поддержанный полуприцеп. Мне очень важно, чтобы в процессе эксплуатации прицеп на долгие годы сохранил свой, скажем так, товарный вид, чтобы на нем было комфортно работать. Чтобы он не просто там, я его купила, заплатила 6 миллионов, сколько сейчас там рыночная цена, а через 3 года он превратился вообще не в понятно что. Потому что есть такие марки полуприцеп, мы не будем их называть. И вот у меня есть такой еще страх. И поэтому я бы хотела нашу беседу в такой вот дружеской манере построить и действительно разобраться. Это супер важный момент, остаточная стоимость. И полуприцепы Вагнер Майер по остаточной стоимости точно будут лидировать. Мы сейчас это тоже обсудим. От этого, в принципе, все и строится. Поэтому прошу на завод. Добро пожаловать на завод Вагнер Майер. Здесь у нас производство полного цикла. Начинается оно с листов металла и заканчивается готовым полуприцепом, полностью подготовленным к эксплуатации. Мы используем металл от российских металлургических комбинатов. У нас 9 номенклатур. В основном это высокопрочко. Хочу здесь поконкретнее остановиться. Что такое высокопрочко? Большинство производителей полуприцепов применяют при производстве сталь 0.9 Г2С. Она обладает отличными технологическими свойствами. Хорошо режется, гнется, варится. Но у нее низкий предел прочности. Мы в своих полуприцепах используем высокопрочную сталь. Она почти в два раза дороже. Но у нее предел прочности выше. Это значит, что мы можем делать полуприцепы с меньшей массой. Наш полуприцеп весит 6,480. И это рекорд по рынку по снаряженной массе. Почему это важно? Ведь вес полуприцепа определяет его эффективность в том числе. Потому что вы можете грузить больше. У вас ресурс выше. Поэтому мы используем высокопрочку. Дальше этот металл раскраивается на специальном станке. Это станок лазерной резки. Здесь по управляющей программе осуществляется резка листов металла. Большинство производителей из России, Турции, Ирана, Китая используют плазменные технологии. То есть это когда лист режется в среде зажженных газов горячих. И тогда получается, что лист очень сильно разогревается. Мы режем лазером, когда в узком пучке производится резка. Из-за этого лист у нас не нагревается, а значит не снижается уровень его прочности. На самом деле тот факт, что мы применяем высокопрочку, определяет в дальнейшем технологию. То есть нам надо во время резки получить деталь, окончательно изготовленную, со всеми технологическими отверстиями. Почему? Потому что там на сборке просверлить высокопрочку уже не получится. Рустам, у меня один вопрос. Так как я дилетант именно в производстве полуприцепа, я все-таки эксплуатант. Поэтому спрошу. У меня на кроне и на шнице, ну они уже довольно кожевшие прицепы, им уже много лет, нет ни одного отверстия на раме. То есть рама целиковая. А здесь очень много отверстий. Я видела очень много прицепов новых, современных, где вот вся рама, она вся в технологических отверстиях. Для чего они нужны? Ну, тут надо прежде всего говорить о том, что есть составные части, где можно делать отверстия, а есть составные части, которые должны быть целиковыми. И те элементы, которые не так сильно нагружены, их можно облегчать путем получения отверстий. То есть изготовление отверстий или резко отверстий, она же ведь забирает трудоемкость, влияет на время. Поэтому производитель должен для себя решить эту задачу. Он борется за, допустим, за эффективность полуприцепа, либо, например, за весовые характеристики. Мы здесь, конечно, отверстиями добиваемся рекордной снаряженной массы. А, то есть вес. Да. И за вес это нужно. Вы можете сказать, но ведь это прослабляет конструкцию. Ну да. И здесь важно именно на этом месте тогда поговорить про то, как мы запускали предприятие в России. Мы изготовили прототип уже в России, нагрузили его общей массой 40 тонн и проводили перед стартом производства пробеговые испытания в НАМИ, на Дмитровском автополигоне. Это вообще уникальный для России случай был. Мы были самые первые, кто проводил испытания по принципу краш-тест. То есть мы нагрузили его общей массой 40 тонн. Вы прекрасно понимаете, что это значительный перегруз. И в течение полугода катали его по самым сложным участкам этого полигона. Нам НАМИ подходит как площадка для испытаний, потому что нам нужен не комплиментарный отчет, а нам важно понять, какой ресурс заложен в полуприцепе. По истечению всех испытаний не было найдено ни одного эксплуатационного дефекта. Я скажу вам даже больше. Этот прототип находится у нас, он сюда вернулся. Его можно будет взглянуть? По хозяйским задачам он у нас работает. Поэтому то, что здесь отверстие вы видите, это проверено и гарантировано, что на эксплуатационные характеристики, на ресурс это не повлияет. Но повлияет на то, что он будет весить мало. Например, мы вот выбирали кроны, и я точно знаю, в каких местах у крона обычно трещина. Если мы смотрим десятилетние кроны, то 70 на 30, 70% будет трещина. Я уже знаю, в каком месту идти, 30% все будет хорошо. Понятно. Это у нас вибочный станок. Классная машина позволяет обеспечивать высокую точность за счет автоматической системы управления, а не высокой квалификации сотрудника. И он у нас несколько отличается от того, что вы увидите у дорогих производителей. Во-первых, вы можете заметить, он широкий, он у нас 4-метровый, и нагрузка 225 тонн. Опять же, из-за применения высокопрочных стали нам нужны более мощные станки. И этот станок нам позволяет сделать одну очень важную деталь без стыков в гусательной части лонзерона. Сейчас мы это увидим. Мы там решаем как раз вопрос, связанный с тем, что надо сохранить высокую остаточную стоимость. Это у нас следующий участок. Это участок, где мы собираем лонжероны. Лонжерон – это основной силовой элемент конструкции рамы полуприцепа. Он несет на себе большую часть нагрузки. Мы собираем его на специальной установке. Мы сами ее разрабатывали, сами ее изготавливали. Она позволяет без переналадки осуществлять сборку левого и правого лонжерона. Дальше лонжерон, собранный на прихватках, перемещается на линию для автоматической сварки. Это специальная линия. Видите, там сварочная проволока. Наверху бункер, где находится флюс. Флюс позволяет закрыть место сварки и создать специальные условия сварочные, так, чтобы вредные включения из воздуха не попадали в структуру сварного шва и не ослабляли его. Проварка осуществляется одновременно всего шва, двух швов продольных. И здесь, прежде всего, мы тоже обеспечиваем стабильность и качество сварного шва за счет автоматической линии. Ясабовские источники, шведские. Ну, это прям уровень топ на сегодняшний день. Очень редко встретите. Ну, и сапка на слуху, это же топовое оборудование для сварки, насколько я знаю. Да, абсолютно верно, да. По-моему, лучше еще не придумали. Все сварочные аппараты у нас полуавтоматы EVM, немецкая сварочная техника. Тут тоже интересный пост. Про что здесь хочется сказать? Мы с вами уже начали говорить про остаточную стоимость. И вы, как эксплуатант, точно меня здесь поддержите. Большинство российских, турецких, иранских, китайских полуприцепов шторных страдают одной болячкой. Это когда он даже пустой, под весом передней стенки он клюет шкворным. Я даже скажу, что я это видела на новых полуприцепах. И мне говорили, что мне это кажется, но мне это не казалось. То есть, когда расцепляешься и прямо вот... Да, то есть, под весом передней стенки гусачная часть, она деформируется. И это приводит к неприятным последствиям. Во-первых, водитель должен опустить седло, нырнуть под этот изгиб, седло деформацию это устранить и только потом зацепляться. Это, конечно, неудобно, небезопасно. Ну и плюс этих знакопеременных нагрузок, их не может быть бесколечное количество. Это же металл, он устает. И поэтому мы единственные производители в России, которые гусачную часть, вот здесь где-то шкворень находится, выполняют с двойной стенкой. Применение двойной стенки здесь... Это вот часть передней стенки, правильно я понимаю? Да, где-то здесь находится шкворень. И у других производителей вот этот гусак, он гнется. И когда ты смотришь на наши полуприцепы, у них нет вот этих знакопеременных нагрузок и нет этой деформации за счет двойной стенки. Да, конечно, это приводит к чему? Что мы должны закладывать в себя двойную прудоемкость, двойную металлоемкость, но зато наши клиенты получают полуприцепы, которые на протяжении лет будут выглядеть как новенькие. И вот как раз в этом гусаке стенки выполняются без стыков на все 4 метра. Вот видите, тут гиб. А, это вот оно. Да, именно благодаря нашему станку. То есть это вот, получается, в этом станке сделано вот этот вот загиб. Это позволяет без стыков изготавливать эту важную деталь. Я предлагаю пойти дальше, дальше еще интереснее будет. Мы с вами прошли буквально там 50 метров, а уже вырисовывается картина рамы полуприцепа. Мы свои рамы собираем на стапеле. Стапель – это специальный кондуктор, в котором устанавливаются составные части рамы полуприцепа и обвариваются. Здесь важно вот про что сказать. У нас ведь узкоспециализированное производство, и мы специализируемся только на шторных полуприцепах. Всего две модели. Это 13,6 и 16,5. Шторные бортовые не делаете? Нет. И такая узкая специализация позволила нам очень серьезно оснаститься. И вот сборка рамы осуществляется на стапеле. У стапеля есть специальные направляющие элементы, которые позволяют устанавливать составные части только так и никак иначе. Обратите внимание, мы не используем средство измерения вообще. Почему? Потому что эту задачу по позиционированию составных частей выполняет стапель. Стапель позволяет нам обеспечить точность на диагональный размер 2 мм. Это отклонение меньше 0,01%. Вы скажете, а зачем такая точность? Точность определяет прежде всего расход топлива. Второе. Износ скин подшипников у сайлент-блоков. Поэтому мы здесь очень серьезно относимся к точности. Можете как раз увидеть, как осуществляется стыковка лендерона. Которого вы варили на линии. И гусачной части с двойной стемпой. Вот он этот переход. Кстати, у кроны, да, вот в этих местах трещина. Где? Вот в этих местах у кроны трещит колуприцеп. И вот я увидела, да, вот эти вот отверстия, получается, для облегчения. Да, они здесь сделаны для облегчения. На самом деле у лендерона работают полки. Именно поэтому мы их изготавливаем из стали S700. У нее предел прочности почти в два раза выше, чем у стали 0,9 G2S. Еще из особенностей. Вы можете обратить внимание, какой здесь выполнен шаг поперечен. В среднем у нас они 400 мм. И мы их ставим очень часто. Это позволяет нам быть уверенными, что фанеру вы не пробьете, даже когда погрузчик будет скакать по полу. Но в чем здесь важная особенность? Поперечен много, но они такой интересной конфигурации, двутавровой, что нам удалось не вылететь за массу. У нас рама запатентована. Это мы делали прежде всего. Это эксклюзивная конструкция, обработанная вами. Именно здесь, в России? Да, мы защитили права на конструкцию рамы. И это для нас очень важно, потому что рама здесь решает очень много вопросов. Это и снаряженный вес, это и ресурс. Дальше у нас сплошной пол внутри полуприцепа обеспечивается тоже благодаря раме. И на сборке мы увидим, как мы обеспечиваем рекордную внутреннюю высоту. У нас от пола до поперечины крыши 2,720. У шмеца 2,680. 2,680, ну где-то, да. И здесь мы тоже всех обогнали по рынку, именно благодаря раме. Вы просто должны понимать, что колеса, диаметр у всех одинаковый, подвеска у всех одинаковая и габарит максимальный у всех одинаковый. И здесь как раз скрыт секрет, как мы это делаем. За счет рамы, то есть получается, вы увеличили пространство кузова. Вы видели, что мы раму собираем в перевернутом положении. И это мы делаем для того, чтобы обеспечить идеальную плоскость пола. Здесь же раму надо перевернуть в транспортное положение и доварить то, что осталось недоваренным здесь. Здесь же раму принимает сотрудник ОТК, он в красной футболке находится. У нас весь завод спроектирован как поточная сборка, поэтому нам нельзя никак возвращать назад. Дальше рама уйдет в дробеструйную очистку, и после этого варить уже нельзя. Вы правильно обратили внимание, что у нас все 100% полуприцепов оснащаются закладными подконниками. И у нас их 20 штук вдоль бортов, перед передней стенкой и перед задними воротами. Мы делаем это прежде всего для того, чтобы исключить незаводскую установку закладных подконник. Нарушение будет прочности? Это будет незаводская установка, которая не соответствует стандартам Вагнер-Майя. Поэтому мы заведомо на все полуприцепы ставим закладные подконники. Тут надо, наверное, сказать, что у нас нет гибкого подхода клиентам. Все полуприцепы отличаются только типоразмером. Это 13,6 и 16,5. Связано это прежде всего с тем, что у нас заключен контракт на поставку 9000 полуприцепов в ближайшие 5 лет нашему эксклюзивному дистрибьютору компании Полуприцеп РФ. Поэтому комплектация именно такая. Но зато она очень широкая. И в том числе закладные подконники здесь уже на заводе будут установлены. Ну, друзья, в общем, хотите вы не хотите, но если вы приобретаете штору, то трубы с конниками выводить обязаны. Так что вот извиняйте в любом случае. Потому что в резко самостоятельное приведет к нарушению стандартов. Поэтому все уже предусмотрено. А конники сами идут в комплекте? Да, мы продаем их в комплекцию. Все, то есть можно все это подключить? Значит, в таком состоянии раму красить нельзя. Поэтому мы проводим дробеструйную очистку. Дробеструйная очистка проводится в специальной камере. Она обитаемая. То есть там находятся люди, они в специальных скафандрах. Зачистка производится стальной полотой гробью. То есть из бластера с большой скоростью вылетает гробь. Попадает на поверхность металлоконструкции и очищает ее. Классная технология именно сочетание дробеструйной очистки и покраски полимерными составами позволяет нам давать гарантию 15 лет на сплошную коррозию. А вопрос, вот именно вот этой обработке подвергаются все металлические части или только рамы? Например, перемычки. Вот просто у Кроны есть такая болезнь, что у нее вот эти тавровые перемычки через 10 лет эксплуатации гнивают. Причем выгнивают именно такими большими участками. И так же рама тоже выгнивает прямо в месте, где это обработано было. У нас такому стандарту по очистке подвергается не только рама, но и задний отбой. Это у нас передний портал, это задние стойки, это кронстейны отбойников, это монтажные блоки. То есть вся металлоконструкция, она обрабатывается по одной технологии. А это вот оно уже готово или готовится туда? Это как раз сейчас пойдет на дробиструйную очистку, а вот это прошло дробиструйную очистку. Вы можете увидеть, какая здесь поверхность. Шагрень. Да, во-первых, здесь нет остатков ржавчины, никакого налета. И что очень важно, поверхность получается шершавая. То есть это обеспечивает высокую адгезию лакокрасочного покрытия к поверхности металла. А вот так и кровь-то похожа. Да, она такая шершавая, как будто бы ее подшкурили специально, и чтобы краска сильнее прилипла. На сегодняшний день мы обеспечиваем стойкость в соленом тумане, есть такое понятие, больше тысячи часов. Горячий цинк российский обеспечивает только 700 часов. Дальше рама перемещается на участок малярный, где производится, во-первых, сначала подготовка, а потом нанесение лакокрасочных покрытий. То есть их грунтуют, получается? Да, это вот рама после дробиструйной очистки. А, вот она полностью вся, вот после этой очистки получается. Да, она приходит сюда, здесь ее осматривают ОТК, и после того, как ее посмотрели, мы здесь набиваем ВИН-номер. То есть вот она остается, площадочка под набивку ВИН-номера. Будет набит ВИН-номер после того, как мы удостоверились, что с металлоконструкцией рамы все прекрасно. Все люди, что все участки у нас обработаны, нет какого-то... Да, здесь вы можете лучше увидеть, какой сложный конструктив у рамы. И благодаря этому конструктиву мы как раз и обеспечиваем лидерство по массе. И из-за этого конструктива, кстати, мы не можем раму обрабатывать в автоматической дробиструйке, потому что, посмотрите, сколько здесь переходов автоматически обработать качественно раму здесь не получится. Ну, даже вот эти глутавры, то есть туда залезть, все обработано. Именно по этой причине мы не красим роботами. Красят у нас тоже люди. И по покраске это, конечно, отдельная большая тема. Почему? Потому что стойкость лакокрасочного покрытия – это очень важный вопрос. У нас интересная технология. У нас 4 окрасочно-сушильных камеры. Первая камера – это камера нанесения грунта. Дальше камера автоматической сушки грунта. Дальше рама возвращается назад. И вот она загрунтована. А, это уже готовая после всех циклов окраски. Это еще один цикл остался. Это она загрунтованная. То есть, что здесь интересно? Вот этот возврат рамы назад позволяет нам проверить, что у нас по грунту все отлично получилось. То есть, мы фиксируем даже на промежуточном этапе результат. И у нас стандартом предусмотрена толщина покрытия 250 микрон. То есть, это где-то примерно 150 микрон по грунту и еще 100 микрон по эмали. Тут дополнительно, да, проходит? Это наносят герметик. Спасибо, что заметили. Это очень важно. Мы делим процесс нанесения лакокрасочного покрытия на два этапа. Позволяет нам герметик наносить на загрунтованную поверхность. То есть, когда поверхность у вас законсервирована полимером, большинство производителей вынуждены наносить герметик на голую поверхность металла. Там адгезия будет не такая высокая. И, а почему вообще появляется герметик, да? Потому что есть элементы в раме, которые должны быть не проварены. Если вы проварите все 100% сварных швов, то у вас рама будет как стекляшка, будет трещать. Поэтому здесь тоже есть такой секрет производства, где надо варить, а где не надо. Я правильно понимаю, что это все относится к запатентованной технологии? Именно вот разработка этой рамы от момента раскроя металла до полной покраски. У них запатентована с конструктив рамы. Технология к нам пришла от европейского партнера. Тут надо сказать про то, что мы не применяем ни комплектующие, ни технологии, которые не прошли проверку временем. Поэтому каких-то инновационных вещей вы здесь не увидите. Это ведь техника коммерческая, это техника рабочая. Поэтому здесь инновации, они так нас обходят. Только проверенные годами решения. Ну, друзья, то есть вы видите, что ребята основываются на многолетний опыт европейской техники. Ну, поэтому, наверное, отчасти и Вагнер-Майер основательно звучит. Я предлагаю нам пройти в камеру нанесения грунта, и вы увидите, как этот процессор реализуется. Слушайте, ну покрасочная прямо как у грузовика. Вот бывает, грузовики заезжают, вот прям такая покрасочная камера, только я вижу раму полуприцепа. Да, это очень серьезное оборудование, камера нанесения грунта. И здесь сложность заключается в том, что воздух поступает извне, подогревается газовой горелкой, фильтруется. И поток воздуха организуется таким образом, что весь воздух уходит в пол. Под полом выполнен двухметровый приямок и лабиринтные фильтра. Это позволяет добиться того, что пыль не садится на раму, она вся уходит в пол. И здесь мы производим нанесение грунта. У нас ведь такой сложный конструктив рамы, что мы не можем наносить роботом, производить покраску роботом. Но есть часть технологического процесса, который можно уверенно автоматизировать. Например, у нас отдельная система для смешения и подготовки грунта. И отдельная система для подготовки и смешения эмали. А значит, мы, во-первых, не перемываем пистолеты. Оно не пересекается вообще. Да, они не пересекаются. И еще очень важно. У нас ведь грунт на эпоксидной основе, а эмаль на полиуретановой основе и по всем нельзя между собой смешивать. И плюс, мы не ошибаемся в пропорциях. Машина сама готовит лакокрасочный материал по пропорциям, которые внесены. И тогда получается, что в ситуации, когда кто-то не долил отвердителя или перелил его, или добавил больше растворителя, здесь не происходит. А значит, мы обеспечиваем свойства лакокрасочных материалов, которые были производителям заложены. Система такая вот духоводов, прям так очень серьезная. Очень серьезная, да, конечно, машина. И, значит, сушка у нас проводится автоматически так, что после сушки рама выходит полностью полимеризованной, готовой к сборке. То есть, к сборке нам ничего не мешает. Это вот готовая рама. Это рама, которая пришла после эмали. Вот она рама, а вот комплект навесного оборудования. Сейчас ее примет ОТК, и она пойдет в работу. Это у нас сборочный участок. Здесь производится установка навесного оборудования и настройка. Ну, когда мы говорим про комплектующие, прежде всего, конечно, хочется сказать про оси. Ну, естественно, основное в полуприцепе. Мы используем оси SAV Intra Custom Design. Ну, тут, наверное, не будет споров про то, что это самые лучшие оси в мире с большим ресурсом, они легкие. И как их обслуживать и ремонтировать, знают большинство станций обслуживания. Мы не применяем в конструкции полуприцепов китайских комплектующих. И очень мало применяем, на самом деле, локальных комплектующих только после того, как они проходят проверку боя. На сегодняшний день в России, конечно, нет аналогов, которые могли бы показать такой ресурс, как оси SAV. На самом деле уровень полуприцепа определяет еще одна важная составляющая. Это тормозная система. Мы используем известную всем перевозчикам тормозную систему Vapka EBS Premium. На сегодняшний день многие производители ставят китайские тормозные системы, а не ABS, у нас EBS. А все-таки, если мы говорим об осях, то мы возвращаемся к старым добрым европейским комплектующим. Мы проводили испытания на европейских осях. Мы стандартом предусмотрена установка только осей SAV Intra Custom Design. Это тут коробчатого типа полурессора, который не требует работы и подтяжки стремянок. Вот по поводу коробов. У моих подписчиков также я видела неоднократно комментарии по поводу того, что если проворачивает подшипник на коробах, то его довольно сложно проточить, потому что короб получается с самой осью, это одна составная конструкция. И, то есть, отвести, допустим, токару ось уже не представляется возможным. Что вы думаете вообще по этому поводу, если у нас все-таки случается проворот? Ну, надо сравнивать, конечно. Ведь то, о чем вы сказали, это прям критичная ситуация. И она, очевидно, возникает не очень часто. Среди европейских осей можно выбрать, наверное, и другие оси, других известных брендов. Но при таком сравнении профессиональном мы остановились именно на осях SAV Intra Custom Design, как на осях, у которых ресурс высокий и работы по обслуживанию возникают именно в периоды, когда обслуживание запланировано. То есть, например, опять же, возвращаясь к стремянкам, здесь такого вопроса не будет. И, конечно, то, что здесь другой конструктив, оно приводит к последствиям, когда, например, ЧП и провернуло там ось, решаться будет более сложно. Важно сказать, что у нас гарантия. Три года на полуприцеп без ограничения пробега. И, конечно, если мы говорим про сакционные комплектующие, если что-то гарантийное случается, завод обеспечит эту гарантию. А сколько гарантий? Три года у нас. Три года. То есть, если у меня что-то случается, провернул ось, то я приезжаю к вам, и это будет гарантийный. Гарантийный случай или нет. Если это касается гарантийного случая, не касается расходника. Понятно, что там 40 тонн ездили каждый день по болотам, то понятно. То завод обеспечит, конечно, эту гарантию. Очевидно, что производитель осей обеспечить гарантию не сможет, так как это санкционные комплектующие. А это что такое за шахмата? Сейчас я вам расскажу. Сейчас я вам расскажу. Это у нас следующий пост, пост установки осей. Как раз здесь устанавливаются оси. Вы видите, что они на красном амортизаторе. Это усиленный амортизатор под рассею. И, как я уже сказал, вторым важным элементом, определяющим уровень полуприцепа, является блок тормозной системы ВАПКО ЕБС Премиум. Это лучший блок, существующий на мировом рынке. Тут же в чем особенность? Полуприцеп – это ведь огромная платформа. Вы не можете нагрузить ее равномерно. И поэтому нужен элемент, который будет управлять тормозным усилием на каждом колесе. И мы неоднократно получали обратную связь, что при экстренном торможении он стоит ровненько и никуда его в сторону не уносит. Это как раз отрабатывает блок тормозной системы. Вы спросили, что это за оборудование. Да, что это за шахматные досочки. Важно здесь вот про что сказать. Мы ведь свои полуприцепы отгружаем прямо из ворот цеха, готовыми к эксплуатации. И поэтому мы на заводе выполняем процедуру установки углов колес. Это сход-развал. Это стенд сход-развал, и мы сделаем это прямо на заводе. Это же очень важно. Почему? Потому что вот мы получили рекордную снаряженную массу. Мы купили прекрасные оси с хорошим накатом. Теперь мы дальше делаем процедуру по установке углов колес. И полуприцеп выходит в эксплуатацию, и уже с первого дня начинает экономить топливо, обеспечивать правильный износ шин. Это самое тоже важное. Вопрос у меня еще по шпилькам. Сейчас найти шпильки и гайки хорошие на полуприцеп очень-очень сложно. Я, например, на шмидце заморачиваюсь и заказываю прямо оригинальные шмидцовские. Потому что шпильки вот эти вот, они вытягиваются. Как вы решаете эту проблему? Смотрите, мы ведь используем оси, которые проверены временем. И как раз сервисные станции умеют их правильно обслуживать. Каталоги есть. Например, многие производители сейчас начали предлагать полуприцепы с китайскими осями. Да. И там на самом деле ситуация еще более сложная. Потому что ни каталогов нет, ни технологии ремонта и обслуживания неизвестны. Я думаю, что сервисные станции, которые много лет обслуживали оси САВ, они лучше меня подскажут, где купить эти шпильки. В общем, мы подытожим, что шпильки здесь, друзья, САВ и вот гайка, я тоже вижу САВ. Ну, а САВ вы все знаете, фирма уже себя зарекомендовала. То есть это Европа, то есть тут, ну, вопросов ни у кого ничего не возникает. Поэтому о шпильке у меня был вопрос, потому что я же не вижу шильдика. А потом здесь вот, да, вот здесь есть шильдика, действительно, САВ и шпильки. Мы причем и подушки САВ ставим, и амортизатор здесь должен быть полный комплекс. Ну, полный комплекс. То есть Европа здесь в полном фарше. Погнали дальше. Из важных таких вещей на все полуприцепы на 100% мы ставим рукомойник с дозатором мыла. Ну, это комплимент водителю прежде всего. Электрика у нас Аспир, австрийская, такая же, как на Шмидце. Да, вот на Шмидце сейчас идет в заводе, точно такая же. Да, отличная электрика с подтвержденным ресурсом, очень надежная. Поэтому мы ее уверенно ставим. Все полуприцепы у нас идут с большим инструментальным ящиком. Их у нас два с каждой стороны. Это тоже такой комплимент водителю. Ну, и инструментальный ящик. Очень много мы получали положительных отзывов именно за этот инструментальный ящик. Итальянский он, прекрасный ящик. Вы можете спросить, что вот это такое серенькое. Нет, это я знаю, что такое. Я хотела вам уже комплимент сказать, что оно по всей длине полуприцепа. Да, у нас запатентована система крепления грузов. Она у многих производителей применяется. Но не у многих производителей она по всей длине прицепа. А у вас везде, по всему периметру практически. У нас эта система крепления грузов обеспечивает 178 точек крепления со всех сторон. Это позволяет закрепить груз в любом месте по всей площади пола. И она у нас исполнена специальным образом, что вы можете крюк стяжного ремня закрепить, не растамповывая полуприцеп. Ну, подлезть просто рукой туда. В общем, друзья, тяни не хочу. Все можете закрепить с двух сторон полностью по всей длине. Есть вот эти вот отверстия для крепления груза. Все полуприцепы оснащаются корзиной на два запасных колеса и запасным колесом. Про резину хочу сказать. Мы используем резину Кама НТ-202. Мы на ней же проходили испытания. Прекрасная резина. Для магистральной техники подходит отлично. В Татарстане, конечно, грех не использовать Каму. Понятно, такой завод. Да, а диски у нас Акурайдовские. Диски – это американская компания, но производят они их тоже в Татарстане. А, тоже здесь. Да, это бывший поставщик Вольво. И поэтому их стандарты качества нам очень подходят. Следующий важный пост – это пост установки элементов пола. То есть мы здесь на заготовку полуприцепа устанавливаем ламинированную фанеру. И здесь видно, в чем отличие от многих производителей, как российских, так и европейских. Вы можете увидеть, что у нас фанера лежит цельным куском от правого до левого борта. Чаще всего, открывая задние ворота полуприцепа, вы увидите такую картину, что здесь вдоль полуприцепа такие металлические планки проходят. И элементы фанеры лежат между ними. Мы для себя выбрали схему, когда фанера лежит цельным куском и распределяет нагрузку на лонжерон. Так почему же все производители так не делают? В этом случае поперечина становится очень сложной формой, потому что она должна нырять под верхнюю полку лонжерона. И тогда каждый производитель сам для себя выбирает. Мы выбрали схему, которая обеспечивает самую большую несущую способность, но сложную по технологии поперечину. Нам пришлось немного прерваться, так как здесь был обед, и народу было... Их вообще не было, все были на обеде. Сейчас все пришли, мы уже видим, как вот эти все технологические отверстия промазывают гермитосом. И я видела, что у некоторых полуприцепов здесь вот располагается элемент конструкции, и получается такой переход между полом, да, ступенька. И это осложняет боковую выгрузку. Бывает так, что некоторые палеты выкатывают волоком. То есть не у всех есть длинные вилы, и приходится, например, с дальней части полуприцепа их вытягивать. И они упираются в эту ступеньку. Здесь я смотрю, что здесь все это продумано. Я правильно понимаю, что здесь будет уже надстройка? То есть ничего дополнительного не будет, только стойки и... Да, совершенно верно. У нас система крепления грузов, она сделана заподлицо с полом. То есть и на нее можно ставить сверху палету. Здесь хочется поподробнее остановиться на системе крепления грузов. Почему? Потому что она у нас запатентованная, уникальная, не такая, как у всех. Многие производители применяют различные системы крепления грузов. Это и мультилок, допустим, да, и российские производители тоже делают. Мы ее выполняем в виде гнутого профиля 8 мм из высокопрочки. Мы ее тестировали. Рвется стяжной ремень, а профиль остается на месте. И в чем главное отличие, да? Во-первых, профиль устанавливается на металлоконструкцию рамы так, что нет отверстий, через которые мы нарушаем герметичность кузова. То есть отсюда никогда не летит грязь. Дальше. Профиль выполнен таким образом, чтобы можно было осуществлять закрепление груза, не расфинтовывая полуприцеп. И профиль открыт, поэтому его можно отсюда обслуживать. Сюда не попадает и не задерживается грязь. В этом смысле наш профиль, мне кажется, исполнен интересней, чем у других производителей. Да, друзья. Вот действительно на Шмидце там профиль, получается, такой, выполнен в виде квадрата. Я не знаю, как правильно это называется, техническим языком, да? И он закрытый, то есть вот отверстие, получается, здесь сбоку, и там грязище. Я даже вам попки сейчас приложу, вставлю. А здесь, вот смотрите, вот так вот, вот здесь вот, все это можно обслуживать. То есть если у вас налетела какая-нибудь там, я не знаю, уголь какой-нибудь налетел, или крошка, то отсюда это все легко можно вымести. Да, мы причем кладем сюда антигравии, вы видите. А, то есть это не будет прилипать даже туда. Чтобы не царапать грязь из нового ремня. Дальше мы подходим к заключительному посту, это пост окончательной сборки. Здесь уже узнаваемый внешний вид полуприцепа. То есть мы здесь собираем крышу, устанавливаем ее, вешаем пункт. Здесь же мы прошиваем тормозную систему, программную выключаем. И отсюда выходит готовый полуприцеп. По комплектующим крыша у нас Versus австрийская. Боковые стойки Adayka, испанские, прекрасные стойки, известные многим эксплуатантам. Ворота и фурнитура Histal. Тоже давно зарекомендовалась для себя комплектующая. Ну и здесь как раз можно увидеть внутреннюю высоту. Она у нас 2720. Мы здесь всех отгоняем. В отрасли по этому параметру. То есть вы можете возить больше. За счет низкой снаряженной массы и более высокой, так скажем, большого объема, вы можете возить больше. У меня есть несколько вопросов по надстройке. Мы сталкивались и на швортах, и на кронах, и на велтоне. Я видела, что вот эти вот порталы дверей очень часто подвергаются трещинам. То есть это такое вот место, что здесь вот все вот-вот прямо везде по стыкам все трещит. Какие у вас меры приняты, скажем так, чтобы этого не допускать? У нас интересны задние стойки. Мы делаем их сами по своему конструктиву. И они усиленные. Усиленные, смотрите, здесь одна часть металла сваривается с другой. То есть они более тяжелые, чем у других производителей. Но зато они усиленные. Я думаю, что проблем таких, о которых вы говорите, здесь не будет. На испытании не было у нас здесь проблем со стойками. Мы, опять же, стойки задние и передние делаем у себя. Мы делаем их усиленными. Я еще заметила, у вас ремы. То есть это получается, что его можно как паромник использовать, вот эти ремы? Это не паромные петли. Паромные петли у нас не предусмотрены в базовой комплектации. Это элемент, который позволяет в случае ДТП вытащить его. То есть за них официально можно подтянуть. Потому что у нас есть такие же ремы, аналогичные, которые используются для паромных полуприцепов. И их бывает сбоку где-то зацепляют, вырывают прямо вместе с рамой. Так как они не предусмотрены вот именно на рывок, на вытаскивание. То есть это все, можно за это немножко потянуть. Да, конечно. Еще вопрос у меня по стойке. Можно, да, Юта? Давайте. Ну, все достаточно легко. И главное, приятно двигается. То есть у меня, естественно, стойки уже с выработкой. То есть у меня на рельсах есть выработка. И для меня это приятное удивление, когда это все раз и поехало. Боковые стойки. Адайка, испанские, прекрасные боковые стойки. Ну, тоже давно себя зарекомендовавшие. Поэтому мы используем только их. По высоте уже отрегулированы. То есть все уже, я смотрю, там есть регулировки, что можно несколько выставить уровней. Друзья, все легко и просто. Поэтому по стойке мне добавить нечего. Я бы хотела спросить о толщину материала. То есть толщину бокового тента и крыши. У нас, значит, плотность тента 900 грамм на квадратный метр. И это прям показатель, проверенный годами. Вот меньше нельзя ставить на шторный полуприцепт. Важная особенность здесь в чем, мы ставим тент из ткани Мекклер Полимар немецкий. А, то есть ткань немецкая получается тент. Ну, слушайте, он такой мягенький, не дубеет на морозе. Он даже пахнет приятно, честно говоря. Друзья, ну, ткань тоже немецкая. А крыша толщина? 700. 700. А она при сдвижении? Потому что говорят, что крыша, которая толще петеста, уже вызывает сложности при эксплуатации. А мы можем попробовать. Мы можем попробовать. Это отличная крыша. Versus. У нее... Ну, она сдвижная. Она фиксируется там в начале при необходимости. И она прям очень легко раскрывается. Давайте. Давайте. Можно я сама ее двину туда? Сама? Да. Ну, просто... Отлично. Нет, я знаю, я знаю. У меня просто есть такой полуприцеп. Все-таки, друзья, чувствуется, что это 700-я толщина. И я, наверное, первая, кто ее открывает. Поэтому она так, скажем так, пошла не сразу быстро. И смотрите, какие удобные тут ручки. Там что-то еще делают. Ладно, не будем мешать. А теперь закроем. Полуприцеп еще не доделан. Там в начале как-то идут работы. Но чувствуется, что это совсем другой тент. Это не то, что у нас вот в России. Даже не то, что у меня. То есть он мягче. Мягче. Он толще, но мягче. Ну, конечно, настоящая эксплуатация уже будет в реальных условиях зимой. Поэтому, ну, все пока что эксплуатация. У меня еще вопрос по передней стенке. Да, передняя стенка у нас алюминиевая. Сборная. Да, но мы ставим внизу металлический лист оцинкованный для того, чтобы не пробить его виллами погрузчика переднюю стенку алюминиевую. У многих просто этот передний лист до пояса. А у вас он только чисто получается под виллами. Из фанеры у вас есть? Ну, вот у шмидца у меня он тоже алюминиевый, а у кроны из фанеры. Нет, он не алюминиевый. Он из стали сделан у нас. То есть, он прочный. То есть, сама передняя стенка, она алюминиевая. Но вот этот лист, который вы ударяете с виллами погрузчика, он сделан из высокопрочной стали. Здесь два подхода. Кто-то ставит лист фанеры, кто-то ставит металлический лист. Мы остановились на том, чтобы устанавливать стальной лист, который нельзя пробить виллами погрузчика. Это стоянка готовой продукции. Серийный полуприцеп. Он идет с принтом Вагнер-Майер. Вы можете вот как раз потрогать этот мягенький тент Мэклер-Полимар. Да, это чувствуется, что он мягкий. И сразу я бы хотела спросить, а что за фурнитуру вы используете? Почему это важно? Потому что вот, например, вот эти вот нижние крепления, они здесь же ржавеют. И если тент, допустим, какой-то светлый, то все это очень ужасно выглядит. И также вот здесь вот многие используют болты, они клепкие. Приходится иногда переклепывать, потому что на некоторых предприятиях требуют, чтобы это все было заклепано. Вот все-таки вопрос у меня по фурнитуре. Да, тентовая фурнитура, она приходит у нас вместе с тентом. И здесь действительно различные решения используются. Именно вот этот момент отработан у нас отлично. В том плане, что болты здесь откручиваются. А клепка, она и не ржавеет, и не откручивается. И я еще хотела обратить внимание на цвета. То есть такие стильные черные и белые. То есть, ну, дизайнеры, да, работали? Потому что тут прям такой дорогой логотип, как дорогой брендовой одежды. Там, Луи Витоп, Вагнер Майер. Скажем, смотрите, мы же производим премиальные полуприцепы. Они самые дорогие на российском рынке. Чуть-чуть уступает полуприцепам, которые вы можете привести параллельным импортом. И поэтому к внешнему виду отдается очень большое внимание. И мне нравится, что он такой целостный у нас получился. И оси хорошие, да, и тормозная система лучшая в мире. И даже тент Мейхлер Полимар. Он такой приятный. И, конечно, и дизайн. Но самое важное здесь все-таки это другое. Что это полуприцепы с самым высоким ресурсом на рынке. Плюс, конечно, внимание к тому, чтобы с завода он уходил подготовленный к реалиям эксплуатации в России. Это я имею в виду и работу по установке углов колес. И, например, вы можете увидеть, что у нас все сварные швы, они воскованные. То есть полуприцеп сделан так, чтобы вы сегодня могли его забрать и пойти в свой первый рейс. Ну, я хочу тоже обратить внимание, что продуманы даже мельчайшие мелочи. Да, вот мне очень понравилось. Вот на шмидце у меня есть тоже вот такие вот отбойнички. Только они располагаются на замках. Это очень важно, чтобы не портился внешний вид. То есть если вы покупаете прицеп, особенно новый в лизинг, вам еще платить и платить. И вы, когда закрываете дверь, ну, то есть приезжаете к пандусу, открываете эту дверь, цепляете ее за, получается, за полуприцеп. Да, вот прижимаете, то вот эти вот все наклейки начинают царапаться об замки. Это у многих такая проблема. А шмидцы, они на замке делают вот эти отбойнички. А здесь они прямо на воротах. Давайте, может быть, попробуем открыть. Так, лестница. Да, лестница Таклер итальянская. Она на ходу не будет выпадать? Нет. Потому что это тоже такая частая проблема. А фурнитура вот именно по замкам? Значит, у нас используется фурнитура хистал. Тоже известная немецкая фурнитура. Работает супернадежно. Никаких проблем не вызывает. Ну, вот она тоже соответствует, конечно, принципу Вагдромайя. Можете обратить внимание, внутренние полости, они все завоскованы. То есть он подготовлен к эксплуатации. Даже закладные подкойники мы покрываем воском. Я посмотрела, что у вас вся проводка в специальной оплетке, да? То есть это по всей длине мы делаем. И хомуты, да? Вот тоже обратил внимание. Хомуты какие-то тоже вы используете специальные? Или нет? Потому что вот с хомутами у нас, например, болезнь. Мы, когда переделывали... Мы, естественно, уже эксплуатировали бушную технику. И когда мы использовали хомуты просто абы какие, их на морозе отрывает. Да, это морозостойкие хомуты. Конечно, они из канцелярского магазина. Это профессиональная вещь. И тут тоже надо быть внимательным даже к таким мелочам. А также на полуприцепах очень частая проблема – это коррозия ресиверов. Очень часто мы сталкиваемся. Хороший прицеп, но ресивера все сгнили. Мы проверяли именно на вопрос коррозийной стройкости ресивера. И сейчас, например, мы ставим турецкие. Они как раз не ржавеют. Растам, еще такой вопрос. Сколько стоит этот полуприцеп? Потому что все обязательно спросят. Сколько он стоит? Как его можно приобрести? Ну, потому что действительно вещь качественная. Я думаю, меня даже привлекло то, что все это из европейских комплектующих. Меня, честно скажу, подкупил тент, который очень мягкий, эластичный. И зимой он упростит работу при растентовке. РРЦ на этот месяц 5,650 с НДС. Значит, полуприцеп можно приобрести у нашего эксклюзивного дистрибьютора в России и СНГ. Компании полуприцеп РФ. Известная компания, очень большая компания, которая является нашим эксклюзивным дистрибьютором. Поэтому милости просим к ней со всеми вопросами. Это будет правильное решение. Ну, то есть вы, получается, даже сами их не продаете, вы показываете только ваше производство. Да, совершенно верно. Из чего они сделаны, из каких комплектующих? Мы занимаемся только вопросами производства, вопросами дистрибьюции. Они отданы полностью нашему партнеру. В общем, ребят, как вы видите сами, у ребят нет заинтересованности продавать эти прицепы здесь, сейчас. Чтобы их купить, надо вообще обратиться в стороннюю организацию. Мы с вами только посмотрели цикл производства от и до. Видим, что здесь полностью российская разработка рамы. Основываются на технологии европейцев в плане обработки. Все-таки старые добрые технологии, никуда от них не денешься. И получается, что, чтобы приобрести этот полуприцеп, надо вообще обратиться в компанию полуприцеп РФ. И уже там эти вопросы решать. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И удачи вам на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok